А к нам уже присоединился гость, заведующий отделом контроля предоставления мер социальной поддержки Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Гафаров Мурат Рифатович. Приветствуем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Мы вот сегодня понимаем, что сегодня праздник, правильно? Связанный он, ну как праздник, можно сказать 9 декабря. Памятная дата, 9 декабря, День Героев Отечества. Вот наверняка есть категория людей, ну вот эта вот, которая получает нормы, ну норма, социальную поддержку от государства. Вот сейчас какая помощь оказывается? В настоящее время оказывается очень широкий спектр мер социальной поддержки героям Советского Союза, героям Российской Федерации, а также полным кавалерам Орденом Донославы. Необходимо отметить, что для них предусмотрено право на льготное пенсионное обеспечение, для них увеличивается размер пенсии в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. Насколько пользуется? Ну, в целом ориентировочно сумма пенсии составляет около 75 тысяч рублей. Кроме того, они также полностью освобождены от уплаты всех налогов, сборов, всевозможных пошлин, которые взимаются с гражданом в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Необходимо отметить, что для них также предоставляется первоочередное и бесплатное право на госпитализацию и лечение в стационарах, госпиталях, больницах. Также за ними закреплено право на пожизненное обслуживание в тех поликлиниках и медучреждениях, за которыми они были закреплены до выхода на пенсию. Для них также предусматривается право на санаторно-курортное оздоровление. Это право для них бесплатное. Они имеют право оздоровиться. Поездка к месту лечения и назад для них также бесплатная, независимо от вида транспорта. Следует отметить отдельно, что для членов семьи, героев, предусмотрена так называемая скидка приобретения таких путевок. Чтобы сопровождать, да? Нет, не совсем. Просто они могут поехать вместе с ними. Причем стоимость путевки для членов семьи, героев, будет равна 25% от стоимости самой путевки на оздоровление. Следует также сказать, что за героями предусмотрено право, так называемая монетизация льгот. Они получают ежемесячную денежную выплату. В настоящее время размер ее составляет 63 700 с чем-то рублей. Там 708, кажется. Данная выплата предоставляется гражданам ежемесячно. Ну, героям предоставляется ежемесячно. В случае, если они отказываются от такой выплаты, за ними спектр льгот значительно увеличивается. У них появляется право на бесплатное зубопротезирование. У них также появляется право, они полностью освобождаются от оплаты за содержание жилого помещения, за наем жилого помещения. Это коммунальные услуги. Также за ними может быть предусмотрено бесплатный капитальный ремонт того жилого помещения, где они проживают. Это одноразовое что-то, да? Про капитальный ремонт вы говорите? Ну, скажем так, законодательством не предусмотрено сколько раз, просто предусмотрено капитальный ремонт. Дополнительно еще, они имеют право бесплатного проезда дважды в год. Это на авиатранспорте, на ЖД-транспорте и также на вводном виде транспорте. Ну, кроме того, предусматривается еще... По Российской Федерации, да? Да, действительно, да, конечно, по Российской Федерации. Также за ними закреплено право проезда в транспорте городского сообщения, ЖД-транспорте пригородного сообщения. И в случае, если они проживают в сельской местности, то это автобусный транспорт внутри самой области. Вот на полуострове сколько у нас таких вот людей, как бы, выдающихся, которые получают подобные... В настоящее время у нас проживает в Крыму один герой Российской Федерации. А по России у нас сколько людей, которые получают такую социальную поддержку? По России в целом сказать не готов. Хорошо, а куда ему обращаться, если он хочет, например, воспользоваться своим правом бесплатно, куда-то слетать? Или, например, заказать для своих родственников путевку тоже в какой-то санаторий, да, оздоровиться? Да, действительно, для того, чтобы реализовать свое право на льготный проезд, он может это получить через фонд социального страхования. Это если касается у нас путевок. А могли бы рассказать, если такая возможность у вас есть, может, знаете, не знаете, вот немного об этом человеке, кто сейчас получает социальную поддержку у нас в Крыму, то есть о его истории как личности, я имею в виду. Ну, дело в том, что это герой Российской Федерации наш, проживает он у нас в Сакском районе, в селе Поповка, фамилия у него Ставицкий. Получил он такое звание в связи с тем, что совершил подвиг, он сам летчик. Хорошо, спасибо большое за ваши ответы, а мы уже готовы перейти к нашему следующему материалу, который подготовили наши коллеги.